всем привет это продолжение урока по тыквам а второй части мы делали моделирование при помощи плагина growfix при помощи 3d max с последующей доработкой а сегодня будут про substance painter как покрасить как создать материал в общем чтобы получить вот такие вот красивые материалы ну а следующая часть 3 финальная это будет визуализация как сделать красиво превью ну что-то вот такого подобного плана друзья поддержите лайком напишите комментарий что вы про это думаете обязательно подписывайтесь на канал также вы можете помочь канала финансово приобретя одну из моих 3d модели ссылку оставлю в описании ну к примеру вот такой вот набор тыков 3d maxi необходимого правильно разделить объекты сейчас допустим не это единый мышь на все объекты я в detail поле сейчас разделю очень важно значит один материал стандартный какой-то любой материал не мультиматериал и не использовать там допустим айди вот я выделяю этот объект отделяю хвостики верхняя часть и вот нижние части тоже в общем те элементы которые будут у меня на одном материалы при принадлежать одному материале в собственности и здесь я в detail поле нажимаю detach мне получается это отдельным объектом далее я разделю тела тыков в данном случае мне будет два вот эти две это будет на одном материале тоже делал detach а то который остается тыковат будет на другом просто будет разный цвет разный материал вот отдельным объектом получаются в последующем конечно было желательно разделить на три но я сделал на два материала получаться вот эти две тыквы вот эти элементы и вот этот и к вот так она будет краситься далее экспорт выбираю формат fbx тут я просто пересохраняем нажимала с нажимал кей и же буду импортировать и в бэкс файл собственно спинтер и так открываю собственно painter нажимаю файл нью значит разрешение выбираю 4k остальное оставляю по умолчанию и select выбираю fbx файл свой нажимал кей произошел импорт и вот мои тыквы вот вот этот материал который был в 3d max и все таки он тут отображается если бы их было больше там иди использоваться не тоже это бы отображались мы мы будем работать со смарт материалами такие материалы которые могут с учетом геометрии вот этих вот каких-то рыцарных впадинок делать там затенение трещинки какие-то еще такие всякие интересные штуки нам необходимо для этого сделать запекание карт ну по этой геометрии по этой нашей поэтому вот здесь текстур set settings переходим вот сюда это мэш мэпс нажимаем на бэйк мэш мэпс чтобы сделать запекание раскрывается такая вот менюшечка здесь нажимаем на вот эту вот кнопку мэш мэп бэкс и здесь в принципе нам не нужно айди и нам не нужно thinking снутри кис толщина да иди тоже не надо но остальное мы оставляем по умолчанию и здесь нажимаем на кнопку бэйк сэлэк текстурс пошел просчет сама прочитается все тут уже отображается что прочиталось бинт окружен нормал и так далее все когда все завершилось нажимаем на вот эту кнопку return to painting мод и продолжаем далее мне необходимо сделать слой с материалом для вот этой вот тыквы и так вот тут слоях делаю слой с заливкой он создается такой базовый простой материал где мы можем изменять базовый цвет металличность параметра и графность отражения и так далее вот здесь вот слой я нажимаю на вот этот квадратик и здесь выберу именно тот объект который мне нужен вот это вот тыква то есть я галочку оставляю на этом объекте то есть этот слой этот материал у меня будет работать только на этот объект и так для этого слоя захожу в него и в базовом цвете вот здесь щелку на цвет и в объем вот такой вот цвет оранжевый цвет тыквы мы видим на нашей развертки что тыква уже одна имеет цвет да на развертки здесь вот мы можем смотреть отображение материала либо по картам допустим базовый цвет и остальные карты которые у нас будут пока я в режиме материал нахожусь а теперь значит следующий слой мы создадим такие вот вкрапления тыквы какие-то интересные в этом слое мы здесь ничего менять не будем настройки там карты высот нормали и так далее вот параметра roughness интенсивность отражения можно по вкусу отрегулировать но и оставляю по умолчанию 03 принципе вроде как подходит можно этот слой переименовать здесь написать допустимо bass color 01 это будет у нас такой заливочный слой следующий слой тоже делаем заливку перехожу в цвет слоя вот сюда и в общем тот же оранжевый только более темный этот свет будет так и закрою и здесь тоже обозначаю что он меня только для вот этого вот объекта а пока это выглядит вот так сейчас сделан смешивание вот этих двух слоев для этого мы создадим маску она сейчас переимену слой назову его допустимо дирт color 01 создаю маску нажимаю вот сюда и здесь выбираю это black mask так маска создалась теперь уже на маску будем добавлять соответствующую текстуру для этого переходим вот сюда добавить эффект и выбираем это фил получается тоже заливка но уже по маске и так выделяем эту заливку и вот здесь в грейс кейл мы добавим карту нажимаем и ну по умолчанию как бы у нас много карты в search мы добавляем такое вот название ground concrete mouse medium без нижнего подчеркивания и вот это вот карта она принципе подошла можно какую-то другую добавить и так выбрал я вот эту карту и сейчас сделал соответствующие настройки но уже видно примерно как она работает параметр баланс стоит по умолчанию 05 я поставлю значение примерно 03 далее the link amount стоит единичка я поставлю значение 4 и есть кнопочка рандом можем нажимать и получать разные варианты далее мы можем выбирать режим смешивания это ну как фотошопе этом нормал мультиплей скрин в общем много тут различных режимов и я оставляю по умолчанию который был но единственно что можно вот этот ну как бы прозрачность фона регулировать допустим поставлю примерно 80 теперь создам новый слой заливочные для того чтобы сымитировать какие-то налеты и дополнительные дирты и так создаю еще один слой базовый цвет этого слоя добавлю вот такой вот так закрываю опять таки обозначаю только для вот этого объекта назовем этот слой дирт колор 02 тоже создаем маску выбираем от black mask значит снимая значит выделение смазки мы добавляем генератор переходим вот сюда и нажимаем это generator здесь вот нажимаем добавить генератор и выбираем под курватур сейчас необходимо инвертировать ну как бы эту маску поэтому в параметрах вот здесь генераторе global invert есть у нас как бы два режима фэйсел и ту то есть лучше правда на как бы переводится но грубо говоря это просто инвертирование просто нажимаем на вот эту вот кнопку и происходит инвертирование и мы видим что вот этот тот слой добавился вот здесь то есть если слой отключить то выглядит вот так если слой добавить выглядит вот так так вот затенение произошло в наших рытвинах в тыкве вот сейчас что необходимо сделать вот этот слой я хочу чтобы он ниже находился дирт колор 01 поэтому просто вот так вот перемещаю и здесь уже вкрапления вот эти будут работать над этим слоем то есть дирт колор один будет выше здесь есть кое-какие параметры которые можно подрегулировать ну допустим global контраст то есть ли я увеличу то более контраст не становится ну допустим поставлю значение примерно 0 7 далее у нас есть параметр global global blue размытие и здесь это выглядит вот так то есть увеличивая значение мы просто размываем то есть небольшую к это величину я поставлю допустим полтора или два сделал небольшое размытие и global баланс тоже нас влияет вот таким вот образом но я поставлю значение примерно 0 5 или 04 где-то так и еще один момент вот этот слой не должен так блестеть поэтому я перейду к параметрам этого базового материала и параметр рак нас вот я могу его уменьшать да то есть сюда больше блеска сюда вправо меньше но поставлю где-то значение я знаю 0 6 вот и в этом слое в предыдущем на dirt core 01 тоже вижу видим что имеется у нас блеск вот вот здесь вот такое здесь тоже параметр равность чуть-чуть уменьшим там 0 5 0 6 ну примерно вот так вот вот теперь как нужно создаю еще один слой заливкой это у нас будет dirt color 03 здесь тоже определяем что только так вот сюда нажимаем только для этого объекта цвет этого базового цвета значит я выберу вот такой темно-зеленый ну вот видно да темно-зеленкость была идея сделать какие-то такие вкрапления зеленоватые на тыкве конечно желательно смотреть на референсы вот думал что то такое сделать но потом отказался от этой идеи и сделал просто вот вот этот темно-зеленый будет как затенение работать у нас просто как дополнительный слой вот и поэтому здесь сейчас я опять таки создаю маску добавить черную маску выделяем маску добавить генератор мы можем рисовать по слою если это необходимо если выберем it paint можем по слою рисовать можем добавлять генератор опять-таки это генератор вот этот вот куратур вот а здесь инвертируя вот таким вот образом а режим смешивания тоже оставляем по умолчанию вариант который тут есть единственно что я здесь вот так поставлю значение где-то 50 примерно то есть было вот так а стала вот так ну и параметры некоторые сейчас я под редактирую параметра глоба блюр значит я поставлю примерно значение 116 следующее значение глобу баланс поставлю примерно 04 и глобал контраст ну тоже примерно 0403 получается вот так и этот дирт тоже располагаю ниже дирт color 01 но выше чем дирт color 02 в общем посерединке так еще раз вот сюда вот немножко все-таки уменьшу контраст глобал контраст где-то 025 026 в общем вот так теперь вот какой получается результат выглядит неплохо опять-таки параметры до параметра раф на сам уже меня ли смотрим как это все выглядит под различными углами освещения так теперь необходимо телу тыквы добавить рельеф у нас цвет хороший получился но нам нужно добавить рельеф потому что сейчас все плоское пустую слою создаю нажимаю на просто на кисточку добавляется слой отдали перехожу вот сюда и здесь я нажимаю это фильтр и при помощи фильтра мы сформируем рельеф и так вот здесь выбираем фильтр и вот тут вот добавляем необходимо фильтр я пишу тут различные варианты много всякого я пишу main и тут вот он по моему так называется грейми вот он вариант почему такую шероховатость задать обратите внимание появилась шероховатость и на других объектах просто для слоя укажем что только на вот этом вот нашем объекте так еще раз а здесь у нас есть параметры вот они скейл грейн интенсити значит скейл я поставлю единицу грейн интенсити я поставлю ну достаточно низкое значение но допустим 006 она мы увидим какой-то глянец до появился как будто клеем залили тыкву нам необходимо отключить вот тут у трав нас вот и что мы получили в итоге вот если так смотреть да при помощи вот этого слоя вот такой вот рельефчик отлично теперь просто можно назвать допустим для удобства или норму 01 или bump 01 в общем чтоб не запутаться но допустим 01 сразу понятно что это касается рельефа теперь то же самое сделано создадим еще один слой здесь уже назову его норма 02 тоже добавляем фильтр так и а добавляем так над финиш тоже над финиш рав по моему назывался сейчас найду вот он над финиш рав вот он создает такие вот рытвин ки так опять таки определяем что только для вот этого объекта так вот сюда и здесь ставлю параметр скейл единичку ну вот такой вот интересные такие интересные рытвинки ну и интенсивность уменьшу то есть details intensity поставлена там 01 или 09 вот такое вот значение ну и конечно же это вот глянцевость параметра раф нас отключаем вот и получаться вот так вот классный рельеф вот такой вот классный рельеф опять таки если что-то не подходит может можно рандомить допустим я хочу этот dirt color так сейчас можно если запутываетесь можно просто включать и отключать и вот здесь вот наша масочка вот можно рандомить как нам это будет удобно до тех пор пока не получим желаемый результат ну что ж материал тела тыквы готов еще сделал второй вариант на остальные тыквы и хвостик тоже будет отдельный материал вот этот материал от пуча за smart материал его можно сохранить и добавить вот сюда в библиотеку как это сделать удобно сделать следующее создать папку нажимаем на значок папки так два раза нажал вот и и располагаем допустим здесь что у вас в слоях было лишнее можно удалить допустим я вот первый слой пустой его удаляю и нажимаем все слои нашего материала нажимаем shift в общем все выделяем вот так вот и перетаскиваем вот нашу папку folder можем открывать ее и закрывать и видите слои также можно ее переименовать сейчас эту папку переименовываю выделяю допустим назову ее тыква там или тыква 01 вот и теперь вот эту всю папку все эти материалы мы можем создать smart материал нажимаем на great smart материал то есть выделяем правой кнопкой выбираем great smart материал и вот этот материал чек сюда добавился собственно отсюда из библиотеки сразу можно назначать на другие объекты очень удобно также можно ввести внести какие-то изменения по цвету и уже назначает примеру я создал еще один вариант другую по цвету и вот добавляю на тыквы этот снимаю выделение из этого снимаю выделения получается как бы два у меня уже тут слоя и видим что вот первый вариант который мы создавали да и вторую уже другой по цвету у нас остается еще вариант материала для хвостиков но я возьму уже готовый smart материал и немножко его подредактирую где-то здесь в базе smart материалах есть неплохой материал кожи так нет это не он да вот по моему вот этот материал да значит вот так он называется и его назначаю я только на хвостике вот он принципе неплохой это как бы кожа но выглядит очень неплохо похоже на хвостик тыквы значит что здесь я поменяю я открывал папку материала и ну можно посмотреть различные слои ну допустим вот этот слой dirt я сделаю вот это опасите подредактировал чуть чуть меньше там допустим 70 потом я вот этот слой edges интересует здесь вот это вот пятнышко я хочу убрать ну как бы средств и клон светлый вот и поэтому перехожу в edges перехожу к маске захожу сюда в генератор и поменяю этот генератор выберу генератор круатур вот и здесь немножко blur подредактируем параметр ну вот примерно вот так так же можно сам цвет так где тут свет у нас вот базово вот базово можно сделать там допустим чуть чуть посветлее ну примерно вот так ну что ж наши тыквы готовы на развертки это выглядит вот так в базовом цвете это выглядит вот так можно еще что-то подредактировать посмотреть под различным углом освещения сжима shift правая кнопка и смотрю как выглядит материальчик принципе все выглядит очень хорошо единственно что нужно исправить швы здесь они не сильно видны но допустим да вот тут где на развертки шовчики то это соответственно видно на самой модели дальше я покажу как это сделать хотя был на канале еще урок можете посмотреть для того чтобы убрать шов нам необходимо сделать новый слой нажимаем на иконку кисточки создаем новый слой и будем нарисовать по по верху всех слоев но нам необходимо для каждой карты как карты нормали и других карт поставить вот тут режим по струк как бы работать через и так вот базовый цвет выбираем этот вариант карта мета личности рав нас карта нормали выбираем и для карты хая тоже выбираем повтору так теперь собственно мы можем взять штамп так и далее кнопка в на клавиатуре прицеливаемся и берем из другого места текстуру отсюда допустим теперь и так вот кисточкой проводим так что такое мешало просто объект предыдущий вот таким вот образом мы замазываем все швы где они были на объектах можем менять размер кисти можем менять там опасить и параметр примерно вот так еще раз проверяю в режиме базового цвета потом снова на материал переключая смотрю чтобы выглядело все как полагается зажимаю shift правая кнопка во вьюпорте смотрю различные углы освещения на блики обращаю внимание смотрю чтобы не было видно швов и так далее в принципе все дальше уже необходимо экспортировать текстуры на что для этого нужно нам необходимо перейти файл экспорт текстурс вот здесь вот такое вот меню здесь output директория указываем куда сохраняем выбираем папку output template мы преднастроенные пресеты выбираем вот я допустим выбираю pbr roughness есть пбр specular glossness а есть пбр metallic roughness roughness это инвертированная глоссность и в различных движках по-разному используется допустим корона понимает старая версия glossness новый физикал он может и глоссность использовать и roughness я выбрал вариант пбр metallic roughness файл type по умолчанию пнг стоит можно выбрать пнг там или восемь или шестнадцать бит здесь в output template мы можем увидеть все пресеты которые есть и в них что-то добавить лист of experts это те текстур которые экспортируются сейчас выбрал у меня вариант пибер металли крафт нас просто нажимаем на экспорт и происходит экспорт текстур так и смотрим что экспортировалась от базового цвет экспортировался х металлик но нам это не нужно х и металлик нам нужен нормал и нам нужен равна собственно и все такой базовый да то есть базовая это базовый цвет нормал и равна также мы можем сделать какой-то пресса самостоятельно либо но допустим выбрать коронов ски давайте выберем коронов ски перейдем в output template здесь выбираю коронов ски и тут просто отображается что у нас есть что у нас есть вот я хочу еще добавить что-то да тут у меня есть базовый цвет глотность а я хочу еще добавить но допустим карту черно-белую там бент окружен вот тут поэтому нажимаем на grey grey scale да вот добавляются эта карта и списочкой я могу выбрать вот дополом нет вот бент окружен и перестаскивают на этот значок dr на grey scale и тут выбираю grey channel и вот это у меня собственно карта ambient окружен так ее называем бент окружен могу еще какую-то другую карту добавить если цветную карту то я нажал бы на rgb и вот сюда бы перекинул мне сейчас цвет на не надо я удаляю допустим я хочу урав нас добавить играй скейл выбираю и перетаскиваю в равнас ну в этот значок на g.r выбираю grey channel и собственно назову тоже это раз я просто расширил вот этот пресс от коронов ски просто его немножко расширил все он как бы сохранился и здесь уже списке я могу его выбрать вот корона нажать на экспорт и вот эти карты они добавятся но сейчас я выберу просто другую папку и нажму на экспорт и посмотрю что в итоге получается ну вот собственно картам бент окружен да и имеется и глостность до имеется и равнас вот но я думаю с этим понятно я просто показал как пользоваться вот этими расширенными настройками также можно вот здесь на output template нажать на плюсик появится new export прессит и здесь уже абсолютно с нуля собирать ну допустим хочу базовый цвет сделать нажимаю на rgb ищу где у меня есть bass color вот он цветной поэтому его rgb и выбираю ржи пичал вот если серый какой-то соответственно grey ну допустим глостность сюда добавляю вот греча то есть этот пресс new export у меня будет содержать допустим базовый цвет и глаз нас тут назвать надо просто соответствующим вот в принципе все на этом все все необходимые карты имеются следующем уроке мы уже будем делать красивую визуализацию в тридмаксе и в короне рендер если понравилось ставьте лайк обязательно пишите комментарии подписывайтесь на канал до новых встреч